хорошо можем ли мы перейти к следующей теме это умные прицелы вот эту тему гораздо лучше знаешь чем я можем мы немножко отвлечься так сказать в историю вопроса вообще просто тема умных прицелов всплывала за мою карьеру ну за мою историю за твою историю несколько раз на разных этапах от совершенно футуристических вариантов до чего-то что сейчас по программе ngsw в общем ну похоже что де-факто реализуются вот могут и может быть если возможно короткий экскурс что же там было такое и вот к чему мы на сегодня пришли и как ты это видишь ну любые твои оценки ну чем занималась американской армия каким андар по разработками занималась все время я не знаю не скажу просто меня информации но наверное занимать потому что мы не без этого но первый коммерческий такой прицел который я знаю это все памятная компания лкан выпустил в свое время где-то начале 2000-х годов это был прицел с дальномером и с автоматическим несением поправки баллистической в зависимости от измеренной дальности помню как он назывался можно погуглить это точно была компания лкан значит потом прицелы с дальномерами делали такие ассы оптического коммерческого производства как сваровский цельс они как-то не очень пользовались популярностью это был прицел с дальномерами для охоты и по моему там на последних версиях даже точечками светодиодными отмечал точка прицеливания для измеренной дальности ну то есть ну многие играли с лиркой делала да я помню там был прям такой период когда в начале двухтысячных ну практически только ленивых не делал но я имею ввиду из крупных брендов да да потом если помнишь был такой стартап американский там где прицел был и они сделали еще винтовки не помню как называлась но тоже нашумевшие в свое время там была винтовка которая сама принимала решение на выстрел да 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 то есть ты как бы нажимал спуск ты готов выстрелить при этом как бы изменяя свое положение относительно мишени то есть ну то есть ты мне целишься но у тебя естественно точка на не стоит марка на мишени точно ты пытаешься прицелиться и вот момент когда прицел решает что у тебя ствол смотрит именно в твою цель он сам нажимал на спусковой крючок вот такая была винтовка и такой был прицел да но там почему стартап не пошел я могу пояснить там на самом деле история примерно очень похожая с теслы в чем выражалась юристы первыми задали вопросы говорят хорошо ну вот как с теслой если в режиме автопилота произойдет дтп кто виноват водитель или компания тесла так и здесь тут 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 вообще выстрел тут в априори как бы стрёмная тема они говорят а если ваша электроника неправильно что-то решит и не в тот момент сделает выстрел как с этим быть и в общем то тема умерла ну а с другой стороны с маркетинговой точки зрения умерла потому что ни один военный на такую ерунду не подпишется но во первых это часы с кукушкой с избыточной с другой стороны ни один военный не подпишется на то что она стреляет когда она хочет а не когда я хочу но это вот в априори с точки зрения гражданских которые голосуют личным там своим рублем там долларом но никто не готов был переплачивать какие-то больные деньги поэтому тема вполне закономерно умерла но она всплыла вот сейчас вот на новом этапе на это нгсw проекта что отличает современные конкурсы крайне они все больше идут как тендер на комплекс когда одновременно пытаются решить вопрос и боеприпасы и оружие и но сейчас это называется уже даже не прицел а комплекс управления огнем почему потому что задач остается больше чем просто для прицела там я не знаю если где-то в открытых источниках тз но давайте так я скажу то что точно было в открытых источниках это дальномер это система ввода поправок это система целеуказания это система передачи информации то есть когда мы говорим управление огнем это боец вася тряпочкин высунулся увидел что-то клыцнул дальномером и это передалось на общее командное облако который так вася тряпочкин обнаружил там бмп противника или там скопление пехоты или еще что то то есть это реально это реально 21 век и сейчас это перестало быть фантастика это стало ну как бы реально прицелом в тендере участвовали независимо от боеприпасников и оружейников отдельно как бы боролись между собой компания l3 это крупный оборонный концерн мега крупный там у них куча проектов далеких вообще от оптики там и в авиации в электронике они и компания vortex известная нам как именно оптический производитель и компания vortex я немножко отвлекусь это хороший пример такой ну американской мечты что ли американской легенды когда компания буквально там за может быть за 10 лет может быть за 10 с небольшим надо глянуть когда они появились из из парней которые боролись за выход на рынок превратились вот в победителя государственного конкурса но в одного из топов на сегодня среди оптики хотел бы ты что-нибудь рассказать об этом прицеле прицел xm 157 или или я расскажу как вот я могу сказать ну естественно что я его не видел я в руках не держал смотрел эту информацию что доступно в интернете по той информации это прицел типа заводника с переменной краткостью это 1 до 8 крат у которого скорее всего все таки во вторую фокальную плоскость вводится изображение каких-то марок связанных с метрии целеуказания или цели как бы обнаружением целей передачей ну то есть тут я не могу сказать не видел в основе лежит именно загонник 1-8 крат он имеет мир он имеет целеуказатель причем я так и не понял какой если это просто видимо цель указатель по ну не знаю такое себе если целеуказатель инфракрасный на каких-то там более серьезных светлых лазерных диодах то это конечно уже другое время ты можешь сказать лучше я думаю суть в чем почему умерли многие прицелы дальномеры вот того периода когда ты говоришь сваровский цаис лейка в том числе делали получалось что что это очень дорогой объединенный комплекс и если вдруг в большом комплексе где много фичи выходит из строя что-то одно мы теряем все вместе и народ говорил вы очумели там за четыре тысячи баксов будет что-то что о смотрите у меня перестало работать так не пойдет и это это одна из причин которая похоронила тему что сделал vortex сейчас они сделали модульную схему когда у них база является сам загонник оптический прицел и у него все остальное является модулями присоединяемыми на определенные посадочные места ну как бы штекеры разъемы и так далее они говорят хотите дальномер легко бам он ставится вот прям здесь вы на уровне там своей войсковой мастерской там любой там сержант с прямыми руками это сможет сделать дик поставили от юстировали работать вам нужно целеуказатель видимый или инфракрасных пожалуйста бах ставьте самостоятельно вам нужно еще что-то мы оставляем потенциал развития вводя ну я сейчас утрирую юсб разъем там у них какие-то свои я не знаю какие у них разъем но они условно говоря мы создаем универсальную шину в которую могут смогут подключаться позже любые другие изделия которые будут все которые сегодня даже не разработаны там я не знаю там какой-нибудь глонасс и так далее а кроме того в случае повреждения точно так же легко ремонтировать ты снял этот блок поставил на его место другой через полчаса там вернул назад в подразделении сказал вперед на мины вот вот наверное это причина кстати успеха и и роста в в ю тюбе есть видео мы наверное маленькую врезочку нам а youtube позволят сюда вставить когда алгоритм работы стрелок наводит сетку свою прицельную нажимает дальномер кто пробивает дальность и автоматически там через долю секунды он вводит поправку он подсвечивает какой маркой надо целиться тут же этот трехклассник как бы не закончивший школу может вести так сказать приподнять прицел и сделать выстрел очень быстро вот это наверное не знаю на что то мы еще скажем или будем сворачивать тему ну знаю примерно как модульные системы в оптике работают когда эти нужно совмещать оси прицела дальномера лазерного целеуказателя и вот твои ну вернее предположение вортакса о том что это можно сделать в любой войсковой мастерской любым солдатам вани кубкиным но как-то мне так но не знаю возможно что и будет работать вы посмотрите как говорится но посмотрим да потому что это все-таки определенный кусок работы и просто так за полчаса если у тебя дальномер вышел из строя ты новый туда не присобачишь то есть там надо надо инвестирует ну понаблюдаем это будет интересно окей хорошо егор но наверное напрашивается такой вопрос который нам часто задают а каковы научно-фантастические так сказать перспективы наши как бы вы вот в качестве жильверно как бы ты видел там ситуацию через пять десять двадцать лет куда по твоему мнению все может развиться и не может ну развиться может куда угодно давайте пофантазируем куда она может развиться какие основные проблемы вообще есть сейчас в развитии то есть развиваться можно куда угодно сейчас идет мониторизация всех электронных компонентов увеличение качества увеличение быстродействия все электроники которая производится в мире это касается соответственно и компонентов для коллиматорных прицелов графических прицелов оптических прицелов кстати тоже какой-то мере ну естественно как бы мы здесь не затрагивали прицелы ночного видения тепловизионные и прочие прицелы которые там и на ифрокрасном как бы диапазоне спектра работают на разных других диапазонах там тоже кстати есть о чем поговорить как-нибудь может поговорим да маленькая вставочка для зрителей развитие оптической области на сегодня настолько гигантскими шагами прошло что сейчас в качестве ну такой лакмусовой бумажки на крупнейшей международной выставке на шорт-шоу первые два дня они открывают отдельный павильон для уэм производителей то есть кто делает компоненты не для себя а вот просто для всех желающих и если раньше там были производители пружинок пластмассы и еще чего то то последние несколько лет там представители оптики у которых прям готовые каталоги как элементной базы пожалуйста собирай все что хочешь как это любят студенты реально это недорого студент говорит я заказываю то 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 собираю все вместе вот мой курсовой там или дипломный проект по такому же принципу работают сейчас маленькие стартапы которые начинают рождать какие-то новые гениальные прицелы и в час я не утрирую там эти гении реально могут что-то сделать потому что элементная база доступна и в том числе как вариант есть предложение когда эти производители предлагают в принципе готовые решения они говорят вот у вас есть бренд ремен хок например я сейчас утрирую вы никогда не занимались оптикой но вы хотите в нее зайти пожалуйста вот вам готовое решение клейте свою лейбу и по этой причине очень много в том числе коллиматорных прицелов которые даже в корпусах одинаковых что уж сильно режет глаз они хотя бы корпуса меняли но неважно что это для меня говорит с точки зрения аналитики о том что индустрия настолько развилась что не появились избыточные мощности что она начала делать это просто на полку для всех кто хочет извини его это мои маленькие врезки просто я немножко тебя как бы чуть-чуть поправлю ну то есть со своей колокольни так увидел что вот те каталоги оптических компонентов линз призмачек там сеточек и прочей всякой фигни это для того чтобы студенты собирали конструктор нет это производители оптических компонентов показывают свои возможности для того чтобы собрать прицел из этих компонентов тебе надо его рассчитать сделать чертежи эти чертежи отправить этому производителю чтобы он откорректировал свои линзы которые он делает ну вернее сделал новые по этим чертежам и уже из этих линз собрал прицел это первый вариант того о чем ты говоришь второй вариант да мало того что коллиматорные прицелы прицелы ночного видения зрительные трубы ночного видения ну то есть монокуляры очки ночного видения даже те повезенные прицелы с дальномерами без дальномеров модули для всего этого для дальномеров и для прочих электронных вещей так все это сейчас могут делать военные производители под разными брендами продавать вот если взять посмотреть крупные магазины интернет-магазин достаточно недорогой оптики то каждый может заметить в любой категории оптических прицелов коллиматорных прицелов да то о чем ты говоришь достаточно много одинаковых по корпусу прицелов но с разными лейбами и с разными плюс-минус ценами да это сейчас очень раз и ну да это можно характеризовать как то что рынок немножко избыточен вот в этом плане по производственным мощностям хорошо но дорогие зрители если кто-то из вас решит открыть маленький свечной оптический заводик по производству коллиматорных либо каких-то прицелов вот обращайтесь Егор Валентинович как раз специалист в этом деле ну да приходите ко мне поговорим теперь к основной теме наверное все таки вернемся то что касается развития прицельной техники ближайшее время ну мне кажется что все дело пойдет по пути уменьшения массы энергопотребления и виду улучшения характеристик приборов которые уже имеются любых моделей типов потому что основная проблема сейчас это сейчас скажу энергосбережения будете смеяться но это так и есть потому что как там в том старом советском анекдоте когда мужика часы крутые погоду показывать все показывать но два чемодана берет батарейки тяжелые вот примерно то же самое это сейчас с оптико электронными оптическими приборами вообще все техники которые солдат таскает на поле боя есть то есть энергопотребление надо серьезно снижать чтобы батарейки которые ты носишь были емче меньше по размеру их на дольше хватало как-то так вот что касается того какие на мой взгляд направления направления будут развиваться ну мне кажется что все таки это последнее время все таки вот у нас очень сильно прогресс по светодиодам по светодиодной технике пошел это позволило развить достаточно сильно рынок коллиматорных прицелов вот и я думаю что все таки я считаю что коллиматорные прицелы как прицелы массовые для стрелкового оружия они более перспективны будут более многочисленными ближайшее время и мы увидим как они начнут завоевывать собственно говоря умы и сердца любого солдата или любого как сказать того кто отвечает за поставки смотри наверное наверное тут стоит сделать такую ремарку которую многие из наших зрителей кто немножко в теме подхватят и поддержат если в начале там в середине 90-х белорусские производители в том числе столкнулись с импоинтом который тоже в тот момент только поднимался и там дай бог старта был 10 человек то к началу двухтысячных а импоинт стал царем горы который завоевал весь рынок коллиматорных прицелов почти весь на сегодня произошло уникальное событие это бренд холосан это ребята которые кстати говоря вот тоже начали с каталогов и как вортекс примерно из такого же уровня начали разве да это тоже такой пример американской мечты когда ну фактически там из гаража выросла компания которая на сегодня такими семимильными шагами развивается что когда я на выставке общался с коммерческим директором импойнта кстати женщина коммерческий директор очень умная дама реально умная ум я вообще перед умными женщинами я снимаю шляпу и мы обсуждали в том числе там ситуацию на рынке что происходит она говорит из-за давления холосана мы были вынуждены выпустить новую модель специально так сказать но более бюджетной потому что они нас выдавливаются многих международных тендеров мы вынуждены снижать цены это вот влияние как бы и конкуренции и влияние борьбы американская мечта но кстати говоря из свежего из той же и вы вот то что мы с тобой обсуждали холоса начинает залазить в другие ниши уже заработав деньги они начинают делать термоприцелы ночные прицелы коллиматор на комбинированные комплексы и как ты смотришь вот на эту тенденцию насколько как это будет развиваться будет это новым трендом заменит ли это то что у нас есть сейчас там через пять-десять там через сколько-то лет мне кажется что оружие стрелковки такой типа штурмовых винтовок тема которую сейчас поднял холоса то есть это комбинированный коллиматор на ночно тепловизионный прицел она должна очень сильно сыграть в ближайшие годы потому что это ну это круто в очень маленьком корпусе иметь абсолютно круглосуточный прицел обладающий ну всем тем что раньше позволяли системы стоимостью за 20000 долларов ценового диапазоне порядка двух-трех тысяч долларов и который можно установить на любое практически оружие она весит при этом немного правда не знаю сколько потребляет энергии но думаю что тоже с этим если еще не поработали то поработаем это тоже будет очень хорошей тенденции я думаю то есть это будет круто если не разорвется и они сейчас пойдут завоевывать рынок это абсолютно однозначно я бы я предполагаю точно так же как со всей микроэлектроникой с каждым годом тема дешевеет особенно когда она растет в масштабе любой крупный заказ очень сильно обрушивает цену на компоненты ну потому что когда начинают производить не одну тысячу штука там 50 тысяч или 100 то масштаб срабатывает очень радикально окей да это интересная тема что то еще ты видишь в будущем как вот тенденции встроенные баллистические калькуляторы ну это не такая сложная тема если знаешь все наши практически зрители знают товарища сеньора игоря борисова который еще сколько 15 назад разработал свой калькулятор стрелок который сейчас работает практически на любой системе больше 20 лет назад уже больше 20 до больше 20 лет в этом калькулятор не есть проблема проблем их интеграция в систему это не всегда хорошо и быстро получается но это развивается сейчас очень быстро и но опять мы должны здесь сделать очень интересную ремарку принципе достаточно умные прицелы если ты помнишь была такая компания а это был эти российская и вот это и вот и вот нет но не ноги извините сейчас сейчас они переключились как бы с достаточно таких крутых мощных умных прицелов но связанных с тепловидением немножко в другой на другой рынок потому что банально не смогли потенциальные пользователи скорее всего потянуть по ценам потому что них это стоило очень дорого но системы были очень продвинутые то есть она их были прицелы которые считали дальность были встроены дальномер считали ветер у них были датчики температуры давление и очень продвинутые баллистические калькуляторы встроены в техновизионный прицел и сетка естественно меняла свое положение в зависимости от дальности поправок которые вносились плюс у них был gps навигатор не гпс модуль и компас которые позволяли при позволяют и сейчас можно сказать вот например ты прицелился в какой-то кафе куда-то выстрелил и пошел посмотреть что там попал не попал когда пришел на место и нашел вместо стрела ты увидел например что у тебя подранок ушел если говорить про охоту про зверя то ты мог вернуться на место с которого ты стрелял это первое и посмотреть то есть куда чего у тебя какие какие места пошло и ну то есть много таких очень интересных функций было которые мало кто больше в каких-то вещах использовала они были достаточно продвинутые для меня это как раз вот то чем я чуть раньше сказал система управления огнем но в приложении военной ниши когда ты со своего места так сказать подсветил и передал в облако информацию кто где находится потому что у нас сейчас уже школьники играя в танки и так далее подсвечивают друг другу цели и это такое там вроде играют танки двадцатых годов двадцатого века картина боя такая как на электронном планшете как будто они в двадцать первом и как будто тящую коптеры в пространстве летают и все это как бы контроль это показывает прямо в глаз командира танка или там на лодке хорошо то есть получается что у нас направление в создании многофункциональных устройств будет происходить да естественно то есть мы сейчас ну как бы я старался придерживаться всего этого но опять же если мы говорим с точки зрения системы управления боем и системы управления войсками то понятно что все это будет интегрировано в общую систему управления каждый боец будет иметь возможность показать направление на цель и дальность этой цели любому из бойцов своего подразделения вышестоящих и так далее как подразделений вплоть до штаба там армии там вообще министерства обороны системы управления и у министерства обороны немножко другие задачи чем у штаба министерство обороны продает яйца килограммами и я не буду понятно штаб который занимается управлением ведения всяких разных действий я понимаю это это просто грязный юмор я прошу прощения да пошутили хватит называть но вот такие не в некоторых странах что там за это немножко можно сидеть окей что что-то еще ты видишь еще какие-то направления или в общем это наверное пока главный тренд ну собственно то что направлений то может быть много другое дело что это направление очевидный который точно будет развиваться из неочевидных вот то что я сказал так мельком использование других оптических диапазонов для имеешь ввиду инфракрасный диапазон предприцельной наблюдательной и разведывательной техники то есть у нас сейчас тепловизоры работают в среднем и к диапазоне то есть если это охлаждаемые то там чуть побольше если не охлаждаемые то чуть поменьше микрона то есть от двух условно говоря там до 30 микрон это длина волны излучения за эти микронами то есть это как бы то есть дальше 30 то есть там уже входит в радиоволны можно сказать то есть она на этих границах можно тоже достаточно хорошо иметь окна в которых достаточно высокая прозрачность атмосферы дальность работы при меньших энергетических затратах может увеличиваться есть ультрафиолетовый диапазон который вот как бы по линейке спектра чуть-чуть как бы с обратной стороны от инфракрасного с обратной стороны от инфракрасного через как бы в этом диапазоне тоже есть определенные интересные моменты в которых можно работать но пока по крайней мере я не слышал о массовом применении устройств в этих диапазонах но есть научные труды которые говорят о том что там можно работать есть определенные очень хорошие перспективы и для применения в наших таких вот это дойдет еще очень скоро скорее всего и дойдет ну как как обычно будет зависеть от наличия интереса со стороны заказчика и на наличие бюджета наличие группы ученых которые там в общем болеют этой темы ну как секрет наверное секрет успеха любого научного проекта согласен ну и опять же если говорить о развитии оптики вообще вот такой экскурс в историю небольшое дать что но вот есть поколение электронно-оптических преобразователь приборов ночного видения первые из которых появились еще во второй мировую войну немцы их использовали в частности на штурм гильверах на танках в америке и в англии тоже использовали еще в конце 30-х начали начале 40-х первые образцы появились первое поколение второе поколение это приборы вот наши с полами спуэм один пэм там я не помню какой гранатомет 35 по моему то есть длинные такие прицелы у которых один пэм 51 стоят в каскаде длинный такой электронно-оптический преобразователь каскады то есть каждый последующий кратко увеличивает на коэффициент своего усиления количество электронов которые участвуют в построении изображения соответственно усиливают свет вернее так как бы первое плюс поколение второе поколение это уже микроканальная пластинка которая говоря проще простым языком это губка такого собранная круглый такой шайб в кубке есть как в сотах маленькие микронные канальчики каждый из которых усиливает свет и соответственно свет ну то есть гораздо большую темноту ты можешь использовать этот второй прибор и третье поколение в котором еще там есть определенное по сравнению со вторым поколением улучшения то есть там улучшение характеристик вот сам самой этой трубки улучшение характеристик питания когда ты можешь усиливать сигнал не со всей трубки только с ее части изображения но неважно но суть в том что хотел сказать в том что у меня была книжка прошурука взял библиотеки как-то науки с руки прошла и очень быстро и отдал но помню как сейчас книга начала шестидесятых годов о оптике ночного видения в начале шестидесятых годов уже то есть там шестьдесят первый год было показано как это в ночное видение будет развиваться где будет второе поколение чем он будет характеризоваться а тогда еще только первое было то есть на второе что-то не говорили его не было в производстве чем второе от второго плюс отличается чем третье отличается и в принципе на третьем после третьего уже там начали говорить о том что там тепловидение там другие спектральный диапазон собственно то о чем мы сейчас мы говорим так это будет развиваться в дальнейшем и надо сказать что третье поколение в америке появилась девяностых годах через 30 лет после того как эта книжка вышла остальное все начало зваться то есть это говорит о том что ученые они как правило это хорошие ученые которые он в состоянии спрогнозировать развитие на многие десятилетия вперед что ты скажешь как правило вся проблема весь затык происходит в реализации производстве этих вещей в серийном производстве егор такая наверное ну как бы свежая фишка когда начали объединять ночные прицелы с тепловизионными и когда начали для повышения эффективности использовать уже не элементную базу ну то есть не физические принципы а математику наверное ты видел эти системы когда ну я условно говорю может быть я не прав поправь меня когда что-то аналогичное с алгоритмами распознавания текста работает они находят контрасты они каким-то образом там так сказать по своим протоколам работают вот они закрытые протоколы и они начинают подсвечивать грани бойца техники еще чего-то и делать его более контрастной на так сказать исходя из из той картинки которая в общем физически уже получена сталкивался ты с этим как ты на это смотришь это перспективное направление я смотрю на это хорошо я смотрю на это немножко под другим углом чем ты просто то есть подсветка контура в цели она используется в приборах типа фьюжен уже достаточно давно фьюжен это что это когда у тебя есть две технологии технологии это технологии электронно-оптического преобразования которые вот я говорил поколение первое второе третье и так далее и технологии тепловидения то есть захват изображения в среднем инфракрасном диапазоне бинго скажем так то есть картинки накладываешь шагу на другую а алгоритмы распознавания изображения которые собственно являются просто алгоритмами которые пишет программист то есть это обработка сигнал то есть они это условно говоря как как аналитическая разведка они информацию от разных источников говорят что вот в этих местах у нас наиболее там высокая вероятность они начинают подсвечивать эти места появляется у нас дополнительный какой-то синергия такая дополнительный контур окей мы совсем ушли от мы совсем ушли в ночную тему а проще работают подожди значит это контур подсвечивается куда у тебя есть изображение два изображения типовизионное изображение изображения ночного сначит на прицел ночного видения или с низкоуровневой телекамеры просто ты подсвечиваешь к к агеoux ежен температура изображения но тут говорил вы может быть подсвеченным этот алгоритм работы самого родителя морозила в зену может быть полностью загіт дома может только на��ток показ reliable вот някох buyer были чё-то видишь а ты не понимаешь что и ночной прицел тоже что-то видишь но тоже не понимают что это а когда ты видишь контур ночной прицел который кровемя Clifford kleine popo но не движется, и он у тебя подсвечен светленьким, то есть это теплый объект, ты понимаешь, что это цель. Они дополняют друг друга, но то, о чем я говорю. То, что ты говоришь о том, что рамочкой подсвечивается движущийся объект, это та же самая технология, что в автопилотах Тесла используется. То есть все объекты, которые у тебя они захватываются. Я как раз не о рамочках, я именно об этом, так сказать, совмещение двух картинок. Окей, я боюсь, мы уходим в другую нишу, мы уходим в область ночного и термовидения. В область программирования мы уходим, то есть в область того, как обрабатывается изображение. То есть его можно просто смотреть глазом, можно обрабатывать определенными программами. Причем это не просто могут быть программы, которые чисто захватывают изображение, и потому, насколько оно смещается на картинке, то есть движется, определяешь характер этого объекта, о котором ты говоришь. Но плюс еще можно использовать современные способы. То же самое, как бы модно сейчас вот эти вот вещи, которые связаны с искусственным интеллектом, обработкой сигналов всякими нейросетями и прочими системами. Тоже, кстати, очень интересная вещь. Мало кто занимается применением нейросетей для нашей, то есть оптической, стрелковой и наблюдательной техники. А в то же время определенные, на мой взгляд, перспективы есть. И если, например, говорить о том же определителе, лазерном определителе ветра, который может носить поправку, который смотрит на дальность, то в принципе, теоретически, можно использовать нейросети для того, чтобы лучше и быстрее определять поправку на ветер. Ты сейчас такое зерно закинул, опять-таки, в зависимости от того, кто из наших зрителей, если среди них есть грамотные инженеры и ученые, ты кинул им очень хорошее такое зерно. Я хотел бы все-таки, наверное, свернуть, у нас очень длинный ролик получается, на сегодня хотя бы свернуть, и, наверное, у меня заключительный есть вопрос, который я, де-факто, я на самом деле не планировал, но у меня, так сказать, по ходу возник. Исходя из воспоминаний о том, что, ну, белорусская школа конкурировала со шведами, там, с европейской школой, о том, что развивается электроника, но и математический аппарат развивается, мог бы ты мне, мог бы ты дать какую-то оценку или просто свое видение, что позволяет или не позволяет отдельным каким-то там научным коллективам добиваться успеха и становиться вот такими вот, ну, как холосантом, бизнес-чудеса показать там за относительно короткие периоды. Что бы ты вот выделил как слагаемые успеха? Вот. В случае, если, а, у нас есть там кремниевая долина, есть то-то-то-то-то-то-то, там, режим благоприятствования, это возможно. Если какого-то из этих параметров нет, это возможно, но дольше, либо невозможно совсем. Или мы, допустим, этот, или этот вопрос провокационный? Почему? Ну, непровокационный, это вопрос такой достаточно правильный, грамотный. Здесь абсолютно, мне кажется, универсальный подход здесь может быть как к любому стартапу. В любом стартапе краеугольным камнем в успехе-неуспехе являются фаундеры при всем, при этом. То есть люди, которые за ним стоят. Достаточно ли просто денег? Нет, нужны люди. Я говорю о том, что нужны люди. Просто денег, а вы кому дать, результат будет сколково. То есть ты даёшь, условно говоря, Биллу Гейтсу миллион долларов, или ты даёшь... Мы не будем назвать фамилию. Да. Результат будет абсолютно разный. То есть, ну, опять же, у человека должен быть стержнем, он должен понимать, что он делает, и знать цель свою, к ней стремиться. Быть абсолютно уверенным в том, что он её добьётся. То есть, это... Наличие механического... которое над этим работает. Наличие механического производства, наличие элементной базы, наличие ещё каких-то, так сказать, узких вещей. Важно? Что критично? Конечно, важно. Доступ к материалам, компонентам, технологиям, тем же научным исследованиям. Ну, это всё очень важно. Я имею в виду... Я попытаюсь сейчас... Опять же, смотри, если ты живёшь в нормальной стране, и у тебя есть деньги, при том, что я сказал, что есть человек, который... люди, которые готовы это довести до конца, то, в принципе, это уже становится как бы вторичной проблемой. Ну, чем... Смотри, многие наши зрители живут в нормальных странах, и даже очень нормальных, и которые они очень любят, и считают даже лучше, чем все остальные. Ну, это логично, да. Это патриотизм называется. Да, поэтому вот... Как бы убедить их, что... Ну, поэтому это тонкая тема. Я пытаюсь сказать... Мне кажется, что определённые регионы имеют разный уровень развития определённых технологий. Ну, например, японцы начали хорошо делать оптику, и делают хорошо её там, или электронику. А кто-то, например... Я сейчас условно скажу, в Перу, или в Аргентине. Вот у них с этим проблемы. То есть, мне кажется, ещё важно, так сказать, чтобы все составляющие были подтянуты. Либо у них были открытые границы, чтобы они могли это уэмить и там забирать из той же Айзи. Но мы сейчас зарядим в такие темы... Я думаю... Да, я вот сам себя ловлю на мысли. Давай заканчивать это видео. Я планирую видео о бизнесе в чистом виде, ну, там, об оружейном бизнесе. И по мере готовности, так сказать, вот по мере готовности мне хотелось бы и твоё участие, в том числе, в этом... В этом видео, может быть, хотя бы каким-то куском. И мы пообсуждаем разные вопросы. На этом я предлагаю, друзья, мы прощаемся, мы слишком затянули вам тёплое, длинное субботнее утро или вечер, или я не знаю, когда вы нас смотрите. На этом пока-пока, не пропадайте. Всего доброго. Костя, уважаемые зрители, надеемся, не последняя встреча. Счастливо. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!